На стадионе «Урожай» в Томилине провели четвёртое первенство городского округа «Люберцы» по масс-рестлингу среди школьников. За финальными поединками наблюдала съёмочная группа нашего телеканала. В округе первые соревнования по масс-рестлингу провели пять лет назад. В этом виде спорта, пришедшем к нам из Якутии, возрастных ограничений нет, а правила игры просты. Вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону. Люберецкая молодёжь любит познавать всё новое. И в этом году за звание чемпиона состязались уже более 70 школьников от 12 до 15 лет. Я второй раз участвую, я в прошлом году ездил, ну, не победил, но в этом году я готовился, год получается. И вот сейчас вот выиграл первый. Первый турнир выиграл уже. Я буду дальше совершенствоваться в этом. Думаю, занять первое место. Ученик 53-й школы Станислав Касьянов с детства занимался футболом. Потом увлёкся фитнесом и тяжёлой атлетикой. Теперь открыл для себя новый вид спорта – масс-рестлинг. От школы позвали, решил участвовать. Я, конечно, рассчитывал на свою победу, но соперник оказался очень сильным. Но я одержал победу. Очень рад свою победу и буду дальше участвовать в этих соревнованиях. За призовые места боролись спортсмены в 10 весовых категориях. Вероника Доморадская в своей победе не сомневалась. Она не раз представляла честь Люберец и всего Подмосковья на престижных соревнованиях. Сегодняшний поединок был достаточно прост, ведь я уже побеждала на достаточно серьёзных соревнованиях на Центральном федеральном округе и стала чемпионкой. Дальше больше хочется что-нибудь России, а то и, может быть, выше. Буду идти до конца бороться, стараться, тренироваться, чтобы всё было хорошо. За этот год есть чемпионы ЦФО уже в разных весовых категориях, а за прошлый год у нас есть серебряная медаль первенства России и три бронзы. Поэтому мы на этом не останавливаемся, у нас большая амбиция, мы благодарим всех тех, кто нам помогает. Победители представят честь Люберецкого округа на первенстве Московской области. Его проведут 4 ноября в Долгопрудном. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение.